И вот в три часа дня Олимпийский огонь прибыл в Кострому. На въезде в город состоялась торжественная церемония передачи огня первому факелоносцу от нашего региона, олимпийской чемпионке Олифтине Алюниной. Встретить символ приближающейся Олимпиады пришли сотни костромичей, многие с детьми. О том, как стартовал костромской этап эстафеты, расскажет Евгений Оливханов. До начала костромского этапа эстафеты остаются считанные минуты. Здесь, у поклонного креста, на въезде в город, собрались сотни костромичей, чтобы стать свидетелями самого волнительного и ответственного момента. Передача Олимпийского огня первому факелоносцу от нашего региона, олимпийской чемпионке Олифтине Алюниной. Символ игры приводит из плеса Ивановской области. За 11 дней путешествия по стране Олимпийский огонь уже пронесли по улицам 21 города. Он преодолел сотни километров. И вот очередной этап эстафеты, символизирующий приближение Олимпиады, стартует в Костроме. Несмотря на пронизывающий ветер и накрапывающий дождь, люди начинают собираться у поклонного креста задолго на начало церемонии. Для меня вообще это событие, у меня ликует душа. И вообще, я очень рада, что именно в нашем городе проходит такое мероприятие, что это, не знаю, это историческое событие. Я думаю, что Россия будет возрождаться спортом, культурой и духовностью. Вот верю в то, что будем мы жить здорово. Честное слово, я не знаю, у меня вообще, вот эмоции меня просто переполняют. Это очень значимое событие, и возможно, ну, мы еще можем еще и не увидеть это в нашей жизни. Тем более, если у нас сейчас проходит эстафета через город Кострому, пусть он не такой большой, но история России связана с ним, поэтому мы пришли поддержать. Несмотря на погоду, мы здесь. Праздничную атмосферу создают выступления костромских творческих коллективов. И вот торжественное открытие церемонии на импровизированной сцене и историческая зарисовка. Важное событие в истории страны, которое произошло в Костроме. Призвание на царство первого царя из рода Романовых Михаила. Алифтина Алюнина заметно волнуется. Ей предстоит самый ответственный этап. Первый – зажечь факел, дать старт костромскому этапу эстафеты. Организаторам даже приходится оберегать почетного факелоносца от журналистов. Дорогие друзья, с праздником! Действительно, сегодня такой большой праздник. Впервые, впервые в истории такая проходит эстафета по России. Я горда тем, что я в команде, что я могу свою частицу, частицу силы духа, радости вложить в олимпийский огонь. И вы, я думаю, в каждом сердце зажжется этот огонь. Для нас это очень и очень важно и значимо. Сегодня Кострома, как и все россияне, объединены одной единственной силой. Мы сильны, когда мы едины. Я всех вас поздравляю с этим событием. Да здравствует Олимпиада! Да здравствует Кострома! Да здравствует Россия! Ура! Лампада прибывает из плёса точно в срок. Хранитель огня поднимается на сцену. И вот долгожданный момент. Огонь зажжён и начинается его путешествие по Костроме. Алифтина Алюнина показала, что она в хорошей форме и без труда преодолела свою дистанцию. Всего в заволжском этапе эстафеты принимают участие 15 факелоносцев. Они сменяют друг друга через каждые 200 метров. А на другом берегу Волги символ Олимпиады уже ждёт Надежда Турлопова, чемпионка мира и Европы по боксу, серебряный призёр летних олимпийских игр в Лондоне. Евгений Левханов, Денис Ваткаленко, телекомпания «Русь».